Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Здесь мы рассказываем все об запчастях. Помните, что в компании «АвтоСтронг-М» 160 тысяч запчастей, отличный сервис и быстрая доставка. Мы уже разобрали более 90 моторов и сейчас усиливаем наш контент по коробкам. Итак, встречаем АКПП от Mercedes 722.6. Компания «Даймер», которая занимается производством автомобилей под маркой «Мерседес» также занимается разработкой и производством автоматических КПП «Мерседес». Первая КПП «Даймлер» была произведена в 1961 году и сразу четырехступенчатая. Эта КПП была под обозначением 722.2. Кстати, 722.0 и 722.1 появились немного позже. Мы поговорим сегодня о первой АКПП пятиступенчатой «Даймлер» под индексом 722.6, которая дебютировала в 1996 году. Это был первый электро-гидравлический автомат от «Даймлер». Его получили практически все автомобили с продольным расположением двигателя и первым ее получил тот самый 140-й «Мерседес». Эта коробка производилась до 2014 года. Кстати, этот автомат ставили на 630-сильный S65 AMG, а также на гиперкар SLR. Этот автомат закупали такие производители автомобилей, как Dodge, Chrysler, Jeep, Sanyong, Porsche и даже Jaguar. Разбираться с трансмиссией 722.6 мы будем на примере данного автомата, снятого с «Мерседес» CLK 2000 года. Существует 6 модификаций для соответствующей моментной характеристики двигателя и типа привода. Это у нас 330-я коробка, которая предназначена для установки на автомобиле с двигателями 4-, 5- и 6-цилиндровыми. Версии 580 и 900 созданы для очень мощных двигателей, поэтому в их планетарных рядах по 4 сателлита, а не по 3, как у младших версий. Также есть небольшие отличия в передаточных числах. Номер коробки выбит вот здесь. После точки 6 есть две цифры, благодаря которым мы узнаем, для какого двигателя и для какой модели создана данная коробка. Механическая часть данной трансмиссии состоит из трех планетарных рядов, входного и выходного вала, вала солнечных шестерен, а также здесь есть две обгонные муфты для оптимизации переключения передач. Управление передачами осуществляется тремя многодисковыми тормозами и тремя многодисковыми муфтами. Передаточное число каждой из пяти передач образует все три планетарных ряда. Кстати, в данной коробке две задние передачи. Вторая задняя используется в зимнем режиме или в комфортном режиме. Гидротрансформатор оснащен муфтой блокировки, которая может быть полной либо частичной, скользящей и включается на третьей, четвертой, пятой передачах. Как и многие производители, компания Daimler задумала эту коробку как необслуживаемую, и рекомендаций по замене масла для нее не существует. Наоборот, есть документы, где написано не обслуживать эту коробку. Инженеры считают, что эта коробка не ест масло, она не ставится, поэтому менять его незачем. В любом случае менять масло либо не менять, это уже зависит от владельца автомобиля. Но оценить уровень и прозрачность масла можно с помощью сервисного щупа. То есть здесь есть направляющая и сюда вставляется сервисный щуп. Также отметим, что на старых коробках .6 есть вот такая сливная пробка в гидротрансформаторе для слива трансмиссионной жидкости. Инженеры были морально готовы менять масло в этих коробках, но уже с 2000-х годов этой пробки не было. Коробка 722.6 получилась надежной и ресурсной. Да, у нее были детские болезни, но они почти все были устранены в 1999 году после модернизации. На первых экземплярах этих коробок изнашивались упорные подшипники качения планетарных механизмов, изнашивался подшипник скольжения турбинного вала гидротрансформатора. Также немало коробок сломалось из-за втулки скольжения на сопряжении входного и выходного валов. Для улучшения конструкции ее заменили на игольчатый подшипник с тефлоновым кольцом. В 2001 году инженеры улучшили муфту свободного хода K1, которая могла разрушаться. После 2001 года коробка стала настолько надежной, что может ходить и 500 тысяч километров и даже больше. Немало коробок 722.6 полегло из-за попадания в них антифриза. Дело в том, что радиатор этой коробки, то есть радиатор охлаждения этой коробки встроен в радиатор охлаждения двигателя. И до 2003 года радиаторы были дефектными. В них возникали трещины и поэтому антифриз попадал в масло коробки. Из-за гликоля, содержащегося в антифризе, разбухает бумага фрикционов и коробка просто выходит из строя. В ряде случаев можно просто поменять масло и все будет хорошо. Но в большинстве коробок нужна полная переборка. Поговаривают, что радиаторы Mercedes оттекли и после 2003 года. Поэтому настоятельно рекомендуется установка отдельного радиатора для охлаждения трансмиссионной жидкости. И надо наглухо заглушить старый. Ну что, встречаем супер-мега-спец по коробкам. Сергей, привет. Мы начинаем нашу разборочку. Жгут электронных проводов к этой коробке подключается вот здесь, уплотняется втулкой. Со временем втулка может потечь маслом. Масло капает не только вниз, но и капиллярным путем подбирается к блоку управления и коротит его. Походу поддон вскрывался и вымывался, потому что здесь мы не видим ни стружки, ни каких-либо отложений. Плюс здесь отсутствует магнит. А сейчас популярная рубрика в наших обзорах. Серега пошел за инструментом и мы будем скоро петрушить этот фильтр. Распетрушили фильтр и резюмируем. Продукты износа присутствуют, но их не так много, поэтому эта коробка еще ездила бы и ездила. И вот, кстати, та самая втулка, которая течет. Это электро-гидравлический блок. Сверху просто монтажная плата, потому что мозги находятся там. Здесь соленоиды, датчики скорости входного-выходного вала, ну а под платой гидравлический блок. И сразу же мы видим первый косячок. Датчик входного вала залит пластмассой, и мы видим, что эта пластмасса вздулась. То есть мы получим ошибки по датчику входного вала, по скорости датчика входного вала. Это золотник выбора режимов. То есть с помощью вот этой лапки он перемещается и перенаправляет гидравлическую жидкость. Таким образом мы меняем режимы. Драйв, реверс и так далее. Самые нагруженные соленоиды это вот эти, которые управляют всем давлением в трансмиссии, а также вот этот, который управляет муфтой блокировки гидротрансформатора. Потому что он постоянно в движении, потому что блокировка включается с третьей передачи. И через него течет все грязное масло, то есть со всеми продуктами жизнедеятельности гидротрансформатора. Это разобранный гидравлический блок. Вы просили разобрать? Серега разобрал, конечно. Служит он для перенаправления потоков масла для работы всей трансмиссии. Как потоки масла перенаправляются? Здесь есть клапаны, которые открываются и закрываются. И таким образом масло перенаправляется. Также здесь есть фильтры. Вот они такие маленькие. И также здесь есть шарики, которые работают как клапаны. То есть снизу на них подается давление и они закупоривают каналы. И потом в результате смоделированное давление по вот этим каналам идет к пакетам фрикционов, тормозам и бублику. И так далее. Вот это входной вал. Вот это лента, с которой датчик скорости считывает показания. Вот это тефлоновые кольца, которые удерживают давление между вот этими каналами. И коробка у нас не 580-я, не 900-я, а 330-я. Поэтому сателлитов здесь три. Выходной вал у Сереги сегодня не выходит. А нет. Помните, мы говорили про втулку, которая находится на сопряжении входного и выходного вала, и она разваливается. Так вот, вот эта втулка и вот этот носик выходного вала входит в нее. Но здесь уже не втулка, а игольчатый подшипник. Это фрикционы входного вала. Они здесь еще пока двусторонние. То есть материал здесь двух сторон. Позже пошли односторонние. По состоянию они просто идеальные. Вот в этом корпусе находятся по сути два планетарных редуктора. Вот две солнечные шестерни. Вот это муфта свободного хода. Она не дает валу прокручиваться в одну из сторон. Что можно сказать о надежности? Вот это шестерни сателлитов. Здесь есть шайбы скольжения. Так вот, здесь они стальные, а вот здесь они бронзовые. Так вот, со временем бронзовые стачиваются и тогда шестерни начинают гулять. Вот это еще один пакет фрикционов. Так вот, здесь отслоился небольшой кусочек фрикциона от старения. Вот это нажимной поршень. Он давит на пружину плавности, фрикционы сжимаются и тогда крутящий момент передается. Интересная конструкция маслонасоса. Дело в том, что одна из его частей является колокол. И при движении вот эти шестерни, когда в масле много продуктов износа, начинают задирать поверхность колокола. И в случае износа колокол надо менять. В данном случае колокол в отличном состоянии. И приобрести его вы можете в «АвтоСтронг-М». Также у нас маслонасос в отличном состоянии. И его вы тоже можете приобрести в «АвтоСтронг-М». Это задняя часть трансмиссии. Состоит она из парковочной шестерни. Здесь собачка. Раньше мы вам в предыдущих выпусках рассказывали, как это работает. А вот это корпус сцепления. Любопытно, что этот корпус сцепления работает как тормоз. И он работает как поршень сцепления для вот этого пакета фрикционов. А почему этот корпус сцепления является тормозом? Потому что он прикручен к корпусу коробки. Бублик здесь ходит 250 тысяч километров. При нормальном уходе он может пройти и 500. Чем он интересен? Здесь внутри не просто фрикционная накладка, а полноценная муфта сцепления, которая может полностью замыкаться либо же работать в режиме управляемого скольжения. Как вы помните, сегодня мы вскрывали фильтр. И скорее всего продукты износа, которые были в фильтре, из бублика. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали действительно надежную коробку и не увидели в ней практически никакого износа. Даже вот это не показатель. Она пройдет еще 1200. Помните, что коробка 2000 года. Если вы хотите знать о моторах и коробках, то обязательно подпишитесь на наш канал. Посещайте наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok